Мы на месте. Мы приветствуем Лигу. Интересуемся, готов ли она к проверке, доверить ли она нам в свое биополе наперед сеанс? Да, она нам приветствует, она доверит. Хорошо. Что там за свет, ты говоришь? Третий глаз? Ну да, в этой области свет яркий. Хорошо, проверим. Я даю команду на счет 3, скэнер сканирует пространство над головой Лиги под ногами, 360 градусов вокруг нее. Скэнер сканирует сисен тонкий стеллиги, находит все. У нее неупокойная душа, так она чистая, душа ангельская. Не понял, что? У нас ангельская душа неупокойная? Хорошо. Ангельская душа, представься, как к тебе обращаться, как тебя зовут? Урия. Урия? Урия. А как получилось так, что ангельская душа не ушла на свою чистоту? Продолжала помогать и светить. Хорошо. Когда ты закончила свой земной путь? 5 лет назад. В каком возрасте? 57. 57. Хорошо. Ты помогала на земле кому-то? Да, я довела дело. Кажется, пора уходить. Хорошо. Не будем тебя задерживать, Урия. Готова уходить? Да, я благодарю вас. Открывается светлый портал в чистилище. 1, 2, 3. И Урия уходит в этот портал. Ее куратор встречает все ее друзья, всех, кто ее знал и любил по ту сторону. Встречает. Она зашла в портал, повернулась и поклонилась до земли. Во благо. И побежала внутрь. Отлично. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готова. Хорошо. Лига, мы закончили вашу чистку. Зашла неупокойная душа. Скорее всего она знала, что вы идете на чистку и таким образом захотела уйти. Ничего страшного не случилось. Вы себя чувствуете нормально? Прекрасно. Отлично. У нас сейчас чистка вашей дочери и мы будем поднимать ее сейчас в комнату диагностики. Я останусь с вами, а Вера пойдет ее и поднимет. Я прошу тебя в энергоинформационном поле найти тонкую эфирную энергетическую копию, воплощенную на земле. 1, 2, 3. Нашла. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Она в пружине в такой вообще вся на голограмму похожа. В связи с этой пружиной тонкая копия вышла. Хорошо. Защищаемый физический биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем. Поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Марту, Алину. Интересуемся, готова ли она к диагностике, доверить ли она нам в своей биополе наперед. Сеанс. Она идет к маме. Спрашиваем разрешение у мамы. Она дает разрешение и показывает. Она как информационный центр. Она нас не видит, не воспринимает. То есть она объясняет что-то, рука им показывает, изучает. Вот в этой спирали. Она как голограмма. То есть ощущение, что кто-то просматривает со стороны. Сейчас мы его и просмотрим со стороны. Скэнер, даю тебе команду. Просканируй сейчас Марту. Отключи эту спираль, эту пружину. Вместе с сопутствующими чипами, датчиками, имплантами, конвекторами. Все, что на частоте спирали находится, отключается. Вместе с сопутствующими энергиями выводится из ее тонких тел. Пошел процесс. Получается, это широкая спираль, которая была вокруг нее и внутри. Голограмма, как экран. Сейчас она отключается. Полностью летит в клетку. Вот и тонкая копия. Она на корточках сидит и голову закрыла руками. Хорошо, Марта. Ты меня слышишь? Видишь меня? Да. Хорошо. Встань, не беспокойся. Мы пришли тебе помочь. Мы сейчас все это уберем. От тебя надо только твое сотрудничество. Больше ничего. И твое желание. Мы всех накажем по твоему желанию, если ты хочешь. Всех, кто тебе наносил такой ущерб. Так что не беспокойся, не бойся. Мама рядом. Мы здесь. Так что все будет хорошо. Ты услышал меня? Она не видит маму. Хорошо. Почему не видит? Она на нас смотрит мама сзади нее. Хорошо. Повернись к маме. Видишь маму? Да, она побежала к ней. Ну и отлично. Иди к маме. Все нормально. Хорошо. Я даю команду скеннеру на счет 3. Скеннер сканирует пространство над головой Марты под ногами 360 градусов вокруг нее. Скеннер сканирует систем тонких тел Марты. Находит все. Конструкция гуманоида. Кобес у нее есть в ногах. Кто-то мимикрирует? Притяни гуманоида. Мне кажется, там еще кто-то есть. Хорошо. На счет 3 выстраивай каналы от гуманоида 1, 2, 3 и притягивай все ответственные, кто с ним связан. Стоят в клетке тюрьмы. Да будет так, атаки есть? Есть ящер. Гуманоид ящер. Спираль голограмма. Бес. Какой бес? Восьми герцовый. Колокола бьет, выйти хочет. Это ты волновался так? Да, он образно говорит, он дергает ее. Ну понял, потому что в квартире невыносимо для него, правильно я понимаю? Да. Ладно, Бес, хорошо, начинаем работать. Откуда у нас гуманоид? Варион. Ящер. Считай цифры над головой. 706. Хорошо. Гуманоид, ты работал на ящера или вы работали в паре? Они работали и работают в паре. Она не одна из их пациентов, он называет. Пациентов. Хорошо. Очень интересно. Гуманоид, он как за компьютером сидит, у него кнопки большие. То есть не один компьютер, а экраны перед ним. А, ты посмотри. И сколько? Ящер, он руководит. Ну как руководит? Я пока не знаю, для чего это, но он связан тоже с этим. Копии делают, они переправляют. Хорошо. Скэнер, просканируй полноту души в Марты. 88. 88%. Вы отправляли копии Марты на другие планеты, другие мира. Продавали. Воровали биоматериал, частички ДНК, частички души. Смотрю, он показывает вот эта голограмма, которая в спирали. Они через экраны показывают ее разным цивилизациям, как экран цивилизации заказывает. Предлагает товар? Да. Отлично. Хорошо, у меня тоже есть что сегодня предложить. Интересно, есть возможность включить для этих цивилизаций телевидение, чтобы они увидели. То, что сейчас будет происходить в этой комнате диагностики. В моих руках появляется шар живой плазмы. Один, два, три. Хорошо, ящер с гуманоидом. Вот до сюда вы дошли. Вы нарушили кучу законов мироздания. Вы вмешались без контракта, без разрешения души в ее жизнь. Вы воровали энергию, воровали биоматериал. Я сейчас спрошу у тонкой копии, готова ли она дать команду на ваше уничтожение. Каждый из вас получит половину этого шара. Вам это понятно? Вы действительно думали, что это все безнаказанно вам сойдет с рук? Они говорят, что это всего лишь часть производства. Отлично. Хорошо, кто это говорит? Гуманоид. Гуманоид получает 500 тысяч герц удар. Он имеет в виду, что... Не имеет никакого роли, что он имеет в виду. Не нужно его убивать, так как все остальное вы не найдете, если он получит плазму. Хорошо, я тебя не буду убивать. Ну, целым ты тоже не будешь. Дар он получил. Кто из вас ответственный за эту подключку? За эту спираль? И сколько она находилась в этом биополе? Гуманоид. Гуманоид. Сколько находилась спираль в этом биополе, гуманоид? Началось все два с половиной года назад. Подключка и построение всей этой спирали. Потихоньку отток души во сне в основном. Цель? Ты, как и сказал, продажа заинтересованным сущностям. Они хотят суперчеловека сделать с детства. Да. И то, как они ее, как по его словам, улучшали, чтобы продать ее ДНК и часть души дороже. И транслировали через вот эту голограмму. То есть они ее выращивали, как породистую собаку или жеребенка, для того, чтобы продать его, включив все лучше. Не ее, а ее часть. Я, в принципе, все это понимаю. Мне единственная непонятна одна единственная вещь. Вы получили на это разрешение? Кто вам разрешал это делать? Если бы она вас пригласила и сказала, я хочу, чтобы вы это произвели опыты надо мной и сделали супердушу и продали меня туда. Я бы тогда это еще понял. Вы что, себя считаете за абсолюта? У меня есть желание быть лучше. Мы на этом сыграли. Контракта нет. То есть вы понимали, в какой риск вы попадаете и понимали, что живая плазма в состоянии вас, от вас вообще ничего не оставит. И пошли все равно на этот риск. Я так понимаю? Ну, вообще, да. Ну, хорошо, значит, тогда будет разбираться сами. Они тоже знают законы. Хорошо. Прежде чем переменить плазму, есть другие структуры, которые будут разбираться с ними. А если вы туда попадете, вы одно забыли, что попасть в эти структуры, вы должны пройти, получив разрешение Марты, в той, в ком вы сидели. Она хозяйка своего биополя. Вы ее заложники. Если она вас отпустит, это значит, что вы, возможно, попадете в межгалактическую полицию. Если она скажет, я желаю уничтожить этих сущностей, открывается мгновенная воронка под вами, каждым, и вы уходите в галактическое ядро. Даже без плазмы. Вот представляете, какая интересная вещь получается? Все имеет две стороны. Интересная, но глупая. Уничтожив нас, система останется. Хорошо. Но в этой системе не будет присутствовать два отмороженных паразита, которые входят в биополе ребенка и мешают ему жить. И это вы. Закончился этот разговор. Начинаем с реверса энергии. Я даю команду тонкой копии. Марты спроизводит все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Ответственным за чужеродную негативную патогенную низкоабрационную энергию в ее биополе. Канал выстраивается также и к этой спирали голограмме. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкоабрационной энергии. Откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Марте. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Сколько бес находился в этом биополе? Год и два месяца. Два он вокруг нее ходил, показывает. Год сидит. Ну это только когда уже гуманоид с ящером расслабили ее защиты. А реверс закончился. Устанавливали фильтр с золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Марта забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. Один, два, три. Все, что не похитили, все, что не изъяли до последней капли, возвращает Марта себе обратно на хозяйку своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. И забираем из этой спирали голограмм. Ком пошло назад. Пошел процесс. Гуманоид, я не знаю, просто тебе есть что-то предложить в обмен на эту живую плазму? Ты говоришь, ты подключен к многим душам. Сколько это душ? О чем идет речь? Количество? 113 человек. У кого-то по одной копии, у кого-то две, три. Кто-то в разработке. И как ты это все организовал один? Мне вот непонятно. Я же сказала, это структура. Понятно. То есть ты часть структуры через тебя подключилась. Включено 113 душ. Это только на Земле или в других измерениях? На Земле. Мы говорим про Землю. Мы говорим про Землю. Понятно. Но возможно у тебя есть что-то предложить. Реверс закончился. Хорошо. Начинаем с Беса. Бес, выходи, отключайся полностью. Ничего не забывай. И скажи мне, Бес, есть ли какие-то затемнения в биополе Марты? Если есть, где? Есть на сердце. На сердце. Хочешь получить? Хочет. Значит, тогда снимай, отключайся полностью и доложи мне, что ты закончил. Сердечные переживания у нее. Он снял, как сапоги и ленты с рук, снял, за которые он тянул. Понятно. Хорошо. Разрешайте забрать это затемнение в сердечной чакре и возвращайся назад. Готов. Хорошо. Гуманоид ящер. Что-нибудь осталось на вашей чистоте? Посмотрите. Нет. Хорошо. Отдаю команду на рассинхронизации Марты с гуманоидом, ящером, спиралью, голограммой и Бесом. Один, два, три. Пошла рассинхронизация до 100% заканчивается автоматически. Готово. Хорошо. Включаю внутренний белосвет Марты. Этим светом она выдавливает из себя все негативные патогены низкой аббрационной энергии на частотах интерферентов и их подключек. Так, один, два, три. Пошел свет. Энергия выходит и формируется перед ней в шар. Готово. Открываю воронку в галактическое ядро под шаром. Шар уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растаряю. Даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Бес, скажи мне одну вещь. Насчет эмоционального фантома Марты. Там есть какие-то энергии, которые для тебя интересны? Конечно есть. Ты можешь их назвать, когда я буду их перечислять? Могу. Хорошо, тогда я тебе отдам потом этот эмоциональный фантом. Выходит эмоциональный фантом Марты. Проецирует все негативные программы, негативные мысли, формы. Гибрационная ежес, генерированная, проецируется на ее эмоциональном фантоме. Готово. Много? Много. Марта готова расстаться с этими энергиями, которые она сама произвела? Готово. Сворачивай энергии в шар. Хорошо, Бес? Шок, потрясение, грусть. Понятно. Хорошо. Готов забрать? Да. Отправляю Бесу. Есть. Хорошо, Бес готов уходить? Готов. Ты понял, больше не подходи, потому что тут все будет закрыто. Понятно? Да. Открывается внизу воронка против чистовой стрелки на чистоте Беса 1, 2, 3. Бес забирает все, что он принес, уходит на свою чистоту. Закрывая печаток, растворяя. Ставогенную пентаграмму. Есть. Хорошо. Я прошу Ли выйти со мной на связь. На связи. Я приветствую тебя, Ли. Посмотри, пожалуйста, гуманоид Орион, ящер 706, 2,5 года в биополе со спиралью голограммы. 12% души мы вернули. Ящер утверждает, что ему есть что предложить, так как он часть системы, и отвечает за 113 душ, людей, которые он подключил. Прекрасная находка. Я тоже так считаю. Куратор постарался, видимо. Скорее всего, да. Забираем. Отлично. Хорошо, гуманоид ящер. Хорошего вам перевоспитания. Они очень недовольны. Ну. У них был выбор. Я им предлагал живую плазму. Они отказались. Их забрали. Отлично. Голограмма. Инструкция осталась. Открывая по ней воронку в галактическое ядро, и она уходит на переработку. Закрывая печаток, растворяя. Мы здесь не для того, чтобы гуманоидам и ящерам поднимать настроение. Поехали по частотам. Переходим к закачке энергии. Посмотри, сколько энергии нужно Марте, и какая частая абрация будет ей полезна. Подожди секунду. Стоп. У нее не полная душа до сих пор. Хорошо. Скеннер, просканируй полную душу. 93. 93. 7% не хватает. Хорошо. Марта, ты должна вернуть 7% своей души, которую у тебя украли. Ты готова это сделать. Ты должна это пожелать. Она желает. Она понимает, что у нее не только души в ДНК, а не хватает для материала. Отлично. Выстраиваются наши три каналы от Марты к ее части. Где бы они ни находились во Вселенной, она находит их и наши три возвращает их назад себе по праву. Один, два, три. Все мощным потоком пошло назад. Да будет так, а так и есть. Я выживаю, они в копии, и им плохо. Они ждут возвращения. Идут? Да, сильным потоком возвращается мне ДНК, возвращается биоматериал и часть души. Хорошо. Копия падает. Пустая. Отлично. Готово. Хорошо, Марта. На счет три сделай импульс высокоаборационного удара и отстегни каналы. Один, два, три. Каналы отстегиваются. Открывай воронку. Угалтическая дрова не ушли на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Переходим к закачке. Скэнер просканировать. Сколько процентов души? 100. Отлично. Поехали дальше. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. Один, два, три. Хорошо, Марта. Мы закончили твою чистку. Как ты себя чувствуешь после освобождения от всего этого? Насыщенной, полной, счастливой. Очень хорошо. Будем возвращать тебя назад, чтобы все эти энергии перешли на физический план. И для освоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Марты в ее систему биоробот душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой зеленьке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключайся от объекта, поднимайся в комнате диагностики.